У въезда на территорию московского коксогазового завода появился новый охранник. Ему не страшны зной и холод, ветер и дождь. А сам он выглядит довольно брутально, если не сказать свирепо. А как выбирали место? Почему именно вот здесь решили сделать? Место? Ну, место такое, оно видимое. И перед проходной, и которые гости к нам приезжают. Ну, чтобы видели, смотрели, обращали внимание. Ясно. И несли там отдельно руки, отдельно ноги или как? Ну да, все по отдельности. То есть элементы были уже готовы, но по отдельности. А устанавливали уже здесь на месте. Высота скульптуры под 3 метра, вес более 250 килограммов. При изготовлении железного человека ни один сколько-нибудь ценный материал не пострадал. Пластины сделаны из старых контейнеров, отслуживших свой срок, каркас из проволоки, который используется в производстве. Материал ушел такой подручный, ну, отходы металла в основном, арматуры. Ну, а вовнутрь набивался этот кок, который мы выпускаем. Территорию завода рядом с коксовым цехом, где работает скульптор Сергей Пономаренко, уже украшают два арт-объекта – паук и экзотическая птица. Они также сделаны в перерывах между работой из подручных материалов. Начинал с нуля, а сейчас добился хороших результатов. Ну, и, соответственно, свои навыки выдает уже наружу другие, непроизводственные. Он мой земляк, мы с ним всегда вот так вот как-то вместе общаемся. Хороший парень, талантливый человек. Пример изготовления необычных скульптур оказался заразительным. На заводе решили – к творчеству нужно привлечь всех, и организовали конкурс, где каждое подразделение должно было придумать и построить свой символ. На каждом предприятии заведено нечто подобное, то есть у каждого подразделения, там, цеха, бывает свой символ. У нас вот было такое упущение. Поэтому управляющим директором было принято решение провести к профессиональному празднику такой конкурс. Сказано, сделано теперь территорию завода, украшает уже несколько архитектурных форм. А скульптура «Железного человека», естественно, приняла участие в конкурсе как символ коксового цеха. Человек должен быть железный буквально, потому что в летнее время, чтобы не расплавиться возле печи, это он должен быть вот с металлой кокса. Поэтому в этом и весь символизм. На рабочем месте у Сергея горячо в буквальном смысле этого слова. Температура в печи около 1000 градусов. С помощью небольших рычагов он, словно играючи, управляется с многотонной махиной. Махниц коксово-талгиевая профессия, которая выдаёт кокс из печей. Жарко бывает? На работе жарко, да, бывает. Довольно так. Несмотря на всю масштабность культуры, в конкурсе символов она заняла почётное второе место. Первый приз взял куда более миролюбивый символ газового цеха. Мнения комиссии разделились. То есть, кого-то действительно поразил, а кого-то слишком уж он, может быть, запугал своим внешним видом. Таким, особенно если это в темноте на него посмотреть, такое нечто из темноты будет нападать на вас. Поэтому ему немножко не хватило до первого места. Но Сергей не расстроился и принял участие в премии губернатора нашей Подмосковья. Ведь именно про таких людей сказал в своей речи Андрей Воробьёв, обращаясь к соискателям. Я считаю, что ваш пример, ваше личное участие, ваше отношение к жизни является самым ценным. И мы точно обещаем, я точно обещаю, что такие инициативы мы будем поддерживать. В планах у Сергея открыть собственную мастерскую и заняться изготовлением таких скульптур уже на постоянной основе. А заодно и организовать при ней кружок, где мастер мог бы делиться своими умениями. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.